Дарья Петрова 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 Он сдавлял его сверху, и в этом году соревнования, например, сейчас, в эти дни, в республике проходят по 300 двум компетенциям во взрослых и юниорских либах. А что добавилось в этом году, например? Большой акцент в этом году, естественно, и на промышленный сектор, и на оборонный комплекс. Например, такие компетенции, как обслуживание, ремонт и обслуживание беспилотных летательных аппаратов, эксплуатация данных аппаратов, например, металловедение. Есть ряд новых компетенций в направлении и в сельском хозяйстве, и в IT-компетенциях. То есть, в целом, мы продолжили тот путь, который для себя определили, о том, что мы будем развивать абсолютно разные компетенции, именно те компетенции, которые востребованы у нас в республике, а не будем останавливаться на каком-то узком сегменте, как, например, поступили некоторые другие регионы. В качестве иллюстрации есть у нас сюжет. Давайте посмотрим, как все происходит. Внимание на экран и обсудим с вами. Ислам еще учится в школе, но участник уже опытный. В соревнованиях бьется за победу уже второй раз. Его компетенция – слесарные работы. В прошлом году Ислам занял третье место, поэтому конкурентов не боится. Говорит, самое главное – терпение. Меня пригласили в школе. Я в первый же день приехал сюда. Сегодня мы делаем грузовик из металла, то есть из обычного листа собираем какие-либо изделия. Старания и внимательность в этом деле особенно важны, ведь работа кропотливая, а цена ошибки слишком высока. Не обойтись и без удачи, заявляют судьи. При оценке работ эксперты обращают внимание на качество, с какими элементами участники справились на отлично, а какие требуют доработки. В основном это точные элементы, на которыми они работают. Это пайка, это обжимка наконечников, это различного рода проводка, проводок. После царки мы выполняем размеры, проверяем, как они точно их выполнили, подходят они под стандарты отраслевые, либо нет. Мы увидели ребят, которые работают в такой тяжелой достаточно промышленности, но мы знаем, что компетенции масса. Евгения, как раз вы представляли в свое время компетенцию предпринимательства. Расскажите, как все у вас происходило? Была ли у вас предрасположенность, может быть, какая-то к этому в детстве? Или вы уже именно при помощи чемпионата выбрали дело в своей жизни? Предрасположенность у меня была. Я всегда интересовалась предпринимательством, возможно, самоорганизацией со школьных времен. Но WorldSkills предоставил прекрасную возможность освоить эту профессию, грубо говоря, с нуля. Вели прекрасных тренеров к нам в компетенцию, обучали лучшие в России, подготавливали к чемпионатам. Проходила реальная практика на реальных предприятиях, что тоже дало свои плоды на данный момент. Также компетенция включает в себя огромный спектр услуг и огромный спектр навыков, которым может обладать настоящий предприниматель от экономики до бизнес-процессов. Ну и, в принципе, маркетинг. Основной такой блок, чем я, в принципе, сейчас занимаюсь на данный момент. То есть у вас все это продолжилось и в реальной жизни, и после этого вы также активно в этой сфере процветаете. Ну вот вы выиграли даже европейский чемпионат. Как это получилось? Чем вы отличались в свое время от других участников вашей компетенции? Чем взяли жюри именно вы, на ваш взгляд? Чем взяли жюри и конкретно наша команда, это нужно спросить у них. Но я считаю, что наша команда, команда из России, она отличалась трудоспособностью. То есть мы все свободное время, которое только можно было задействовать, мы занимались подготовкой, полностью себя вовлекли в процесс. Тренера также вовлекали нас в процесс, пытались его всячески разнообразить. То есть это не были какие-то скучные занятия, как это у нас бывает, в принципе. Всегда проходила реальная тренировка на практиках, в компаниях, компаниях разных отраслей. И это всегда было интересно, то есть никогда это не было в тягости. Мы приехали на чемпионат, заряженный, с огромным багажом опыта, который нам предоставил, в принципе, организация чемпионата в России. И мы приехали туда просто побеждать. Я думаю, что это тоже дало о себе знать. И вот этот огонь в глазах, он был не только в нашей компетенции, когда мы туда приехали. В принципе, в сборной Российской Федерации там была самая такая заряженная на победу. И мы, правда, там забрали практически все золото, которое можно было. Я могу добавить, что Республика Тарстан, в частности, в сборной представляла 17 ребят в 16 компетенциях. И особо приятно, что абсолютно каждый вернулся с медалью разного достоинства. Большая часть это было золото, были серебро, боронзе, было два медалена за мастерство. Но, тем не менее, ребята действительно показали, что ребята из Татарстана внесли самый, наверное, весомый вклад в составе национальной сборной именно в победу нашей страны на этом европейском чемпионате. Да, вот я тоже хотела бы добавить, там, кроме того, что есть медали золотые по большему количеству баллов, там также есть призы, кто накопил большее количество баллов, в принципе, за все компетенции. И это была команда мобильная робототехника, это тоже были наши ребята из Татарстана, то есть они выиграли всех. Они были признанными лучшими ребятами именно в составе, среди всех конкурсантов на этом чемпионате. Они набрали наибольшее количество баллов и возможных. Здорово. Ну вот расскажите, а почему, вот на ваш взгляд, да, может быть, Эмиль, да, у вас спрошу, почему в новых условиях чемпионат стал еще более актуальным, почему вот сейчас в рабочей профессии выходит на первый план, вот какие, может быть, из них особенно популярны, может быть, даже в этом году? Я думаю, что это длительный процесс, мы долгое время к этому шли, безусловно, большим таким подспорьем и большим толчком стало действительно развитие движения WorldSkills в нашей стране. Тот путь, который наша страна буквально за 10 лет прошла, мы в 2012 году вступили в эту международную организацию, многие страны проходили, на самом деле, более длительный период. И, конечно же, победа за право проведения мирового чемпионата нас подтолкнула еще более активно развивать это движение, развивать вообще систему профессионального образования. И очень много было перестроено и на федеральном уровне применения, и, соответственно, вводились новые федеральные государственные образовательные стандарты. В регионах принимались различные программы региональные, в частности, у нас программа создания ресурсных центров, которые вот буквально за 8 лет только 6 миллиардов рублей из бюджета было вложено именно в оснащение и в ремонт наших образовательных организаций в колледже и техникум. Безусловно, этот момент, и все это, на самом деле, показывает результаты. Вот мы сегодня сравниваем результаты прошлых лет и нынешних. У нас более 60% выпускников 9 классов идут в систему СПО, то есть идут наши в колледже и техникум после 9 класса. Если раньше было принято, что это троечники, как правило, на сегодняшний момент балл, средний балл, а поступление в колледж идет именно по среднему баллу, то есть это 4, 4, 4, 4, 8, 4, 9, то есть 4, 8, 4, 9 на бюджет. Это отличники, которые борются, и конкурс составляет по 3-4 человека на место, в зависимости от специальности, где ты больше. Поэтому это для нас самый яркий показатель того, что и сами школьники, и родители, они увидели, может быть, те возможности, те компетенции, которые в том числе были в 19-м году на мировом чемпионате, и они этой историей зажглись, и вот такие, соответственно, девушки, парни, как Евгений, это, наверное, главное наследие, которое у нас осталось после мирового чемпионата, и которое сегодня дает, на мой взгляд, плоды. Поэтому компетенции появляются, появляются желающие, появляются предприятия, которые увидели в этом движении большой плюс и для их развития, для помощи им именно в решении своего кадровых проблем, ну и благодаря этому, собственно, при совместной работе это движение по другим немножко названиям, другой может быть где-то идеологией, содержанием, но все равно только на благо нашей, по сути, экономики, именно для наших предприятий активно сегодня развивается. Давайте как раз у Евгения спросим из первых уст, да, что называется, что вот вам дал чемпионат, то есть для вас это было в свое время больше конкурентная площадка какая-то, или там витал какой-то соревновательный дух, хотелось доказать, что вы лучшая, или вот просто вы пришли туда, как на ярмарку вакансий, да, вот что дает чемпионат и зачем туда нужно идти? Чемпионат дает будущее, как бы это громко ни звучало, это долгосрочная цель, ты приходишь на чемпионат, естественно, обучаться у тренеров, слушать, обучаться каким-то новым навыкам, но прежде всего это твое будущее, будущего каждого участника движения. Соответственно, приходят на чемпионат, возможно, выигрывают, возможно, не выигрывают, да, остаются как участниками, но самое главное остается с ребятами, это даже не медаль и не галочка, да, в резюме, то, что ты участвовал, а то, что ты обучался у лучших, и то, что у тебя появились новые навыки. Вот, соответственно, мотивация, первая мотивация у участника, это должна быть как раз-таки долгосрочная цель и вот, ну, будущее. А у вас в свое время какая была цель? У меня была жажда знаний в сфере предпринимательства, мне была очень интересна эта тема, когда я начала участвовать в компетенции предпринимательства, у меня даже мысли не могло возникнуть, что я там когда-то окажусь на чемпионате Европы. Мне рассказывали про это, вот в предыдущем чемпионате Европы также золото привезла девушка из Татарстана к нам, и я видела ее, мы с ней там пообщались, но предположить о том, что вот через два года я тогда тоже поеду и привезу золото, у меня даже в голове такого не было. Мне просто было очень интересно, и вот усилия, труд, я думаю, помогли мне дойти вот до этой цели. А вот, Эмиль, выходя даже за рамки, да, может быть, чемпионата, говоря в целом про рабочие специальности, о чем мы только что также отметили, да, насколько сегодня востребованы на рынке труда рабочие вот эти профессии? Вы говорите, что намного больше людей уже после девятого класса стало приходить вот именно на рабочие специальности, да, и это не троечник, как это было раньше, да, именно такие... Не совсем я люблю слово рабочие профессии, потому что на самом деле движение затрагивает спектр более большой, чем только рабочие профессии. Здесь и IT-специалисты, вот как Женя, и предпринимательство, с одной стороны, это не только рабочие специальности, где ты руками должен работать, но и головой, и знать. На сегодняшний момент, на мой взгляд, во-первых, выпускаются у нас мульти-такие, мульти-специалисты, которые являются специалистами не только своей узкой специальности, но для того, чтобы быть конкурентным и быть лидером, необходимо вводить несколькими специальностями, несколькими навыками или понимать все процессы, которые происходят. Ну вот Женя тоже приняла пример, она начинала как переводчик фактически, да, изучала основы туризма, предпринимательства, и это дало ей такое конкурентное преимущество, благодаря которому она победила. Или на сегодняшний момент, если брать даже фрезеровщиков, то есть это не те люди, которые стоят просто у станка и крутят, да, какой-то элемент. На данный момент все эти станки с чифровым программным обеспечением, то есть это компьютер, и человек должен понимать и как запрограммировать компьютер, и он должен понимать основу металловедения, понимать, каким образом будет оказываться влияние на металл, как он может деформироваться. Он должен понимать, в каком виде придет ему заготовка до, и что с ней будет дальше. Соответственно, это тоже мульти-специалист. Поэтому востребованность в таких кадрах, безусловно, есть, но и год пандемийный, да, и год прошлый, когда началась специальная военная операция, и произошел и отток предприятий, и появились новые предприятия, или появились новые, скажем так, глобальные заказы, которые сегодня на наших предприятиях отрабатывают, в первую очередь промышленность и сфера оборонная, возможно, действительно показывают, что кадров не хватает. То есть, если первые годы, когда мы начинали, мы говорили о том, что не хватает квалифицированных кадров, сегодня мы говорим, что в целом мы перестроили за эти годы систему образования таким образом, что кадровых выходят из системы качественные, очень хорошие, умеющие работать, которые не нужно докручивать, но теперь не хватает количества. И теперь одна из таких задач, которая перед нами вместе с государством, естественно, стоит, это увеличить количество специалистов, которые либо переобучить, либо повысить квалификацию, либо заново обучить, увеличить, может быть, даже контрольные цифры приема, чтобы больше мест было в наших колледжах для студентов. И над этим задачей в рамках различных проектов, программ, в точече национальных программ мы сегодня активно работаем. А какие зарплаты могут предложить молодым профессионалам? Калерировали ли они с тем, что действительно такая нехватка квалифицированных кадров и просто кадров? Вы знаете, этот вопрос, наверное, не совсем к нам, да, это вопрос к Министерству труда, занятия, социальной защиты, которая занимается анализом, прогнозом и заработной платы, и тех вакансий, которые в перспективе на ближайшие 5 лет будут необходимы. Но в целом я могу сказать, что если ты квалифицированный специалист, владеешь необходимыми навыками, то в целом действительно достойную зарплату ты спокойно будешь получать. И это показывает в том числе вот то, о чем я говорил, что ребята больше ведут системы СПО для того, чтобы уже в 100 и раннем возрасте, да, фактически в 20 лет получить специальность, иметь возможность зарабатывать себе на жизнь и параллельно при необходимости получить, например, высшее образование. Ребята к этому приходят. Конечно, все зависит от их квалификации, от их трудоспособности, от их желания достигать высот. Но, знаете, на сегодняшний момент хороший сантехник, даже сантехник может получать несколько сот тысяч рублей в месяц. Все зависит от его квалификации, умения работать со сложными материалами в разных ситуациях и подходить к каким-то нестандартным решениям, в том числе. Сегодня предприятия в этом тоже заинтересованы. Нужны рационализаторы, нужны люди, которые могут предлагать какие-то прорывные моменты, люди, которые могут долго работать, поэтому востребованность есть. Это, наверное, главный камень преткновения. У меня всегда был, сколько готовы платить предприятие и сколько хочет зарабатывать человек, и какой-то консенсус всегда надо находить. Завершается у нас время программы. Евгения, не могу не спросить, исходя из личного опыта, пройдя весь этот непростой путь, что бы могли вы посоветовать сегодняшним участникам, как себя вести, как понравиться жюри, чтобы однозначно победа была? Чтобы однозначно была победа, нужно быть жадным до знаний, нужно слушать своих тренеров и иметь долгосрочную цель. То есть понимать, чем ты будешь заниматься после чемпионата. Тогда золото в твоих руках. Ну, Эминь, может, у вас найдутся тоже советы для участников для сегодняшних? Что бы вы им посоветовали? Я бы посоветовал, самое главное, ничего не бояться и всегда идти за своей мечтой, только вперед. На самом деле, это, наверное, главное. И прикладывать все усилия, потому что, как вот Женя сказала, именно желание чего-то достигнуть и максимальные усилия к этому сделать человека действительно большого профессионала, который будет, достигнет того, чего в жизни хотел. Поэтому не дерзайте. Но вот на текущий момент у нас же идет региональный этап, а что будет дальше? Что ждет впереди? Ну, по итогам регионального чемпионата мы сформируем сборную Республики Тарстан, которая будет готовиться к финалу Всероссийского чемпионата, который в этом году отделен на две части, часть пройдет в Великом Новгороде в сентябре этого года, а часть уже основная масса в Санкт-Петербурге в ноябре. Мы по итогам будем надеяться, что наша сборная традиционно принесет большое количество медалей и в очередной раз докажет, что в Татарстане живут талантливые ребята, действительно работоспособные и докажет, что Татарстан один из лучших регионов России. Мы очень на это надеемся. Надеюсь, так и будет. Действительно, спасибо вам большое за такую очень интересную и полезную беседу. Это была программа «Актуальные разговоры». Обсуждали мы сегодня рабочие профессии. Спасибо вам за то, что сегодня были с нами. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова